Ростов Творческий Что означает кавер-группа? На самом деле ты первый кавер-исполнитель в моей передаче. На самом деле я очень много и долго неправильно относился вообще к кавер-творчеству, потому что думал как-то это неправильно, чужие песни. Сейчас уже как бы, будучи ведущим более года вот такой вот передачи, как им стало непонятно, я сильно изменил свое мнение по поводу кавер-коллективов. Объясни, что такое кавер-коллективы, потому что не все зрители это понимают. И скажи, как это вообще в твою жизнь пришло? Что такое кавер вообще? Это, проще говоря, когда один исполнитель играет песни другого исполнителя. Вот. И если говорить про группу Битлз, чьи песни мы играем, всем известно, что и Битлы они начинали вообще как кавер-группа. То есть они играли американские рок-н-роллы и тому подобное. И вообще там все, практически все известные рок-группы, начиная от Битлов, Роллинг Стоунс, The Who и тому подобное, и заканчивая сейчас последними модными, все, в принципе, играют кавера. Это не какая-то экзотика или там ремесленничество. Это абсолютно нормально, все играют кавера. Есть такое понятие, есть кавер-группы, которые играют сборную солянку песни разных. Но кавер это от английского кавы накрывать, правильно? Ну, да, наверное, скорее всего. Я, честно, этимологией не увлекался. Но есть трибют-группы, то есть кавер-группы, которые играют песни различных групп, трибют-группы... А что такое трибют? Сразу расшифровывай, потому что... Да, я это как раз и хотел сделать. Трибют-группы это коллективы, которые играют песни исключительно одной группы, посвящая творчеству. То есть мы, можно сказать, наша группа Father McKenzie, это не кавер-группа, а трибют-группа Beatles. Скажем так, мы играем исключительно песни Beatles, сольных битлов, ну и в том числе и свои песни тоже. Как и битлы в свое время играли кавера, ну и писали потихоньку-потихоньку свои мелодии, так и мы играем битлов и потихоньку пишем свои песни. Так что круг эволюции замкнулся на нас и на битлах в Ростове-на-Дону. Очень круто. Слушай, ну вообще приятно слышать, что у вас есть, помимо того, что вы исполняете чужие, еще есть и свое творчество. Как вообще ты начал заниматься творчеством и откуда оно взялось? Ты учился музыкой? Да, спасибо большое моим родителям и вообще всем родителям и настоящим и будущим рекомендую, несмотря ни на что, брать детей своих в трехлетнем-четырехлетнем возрасте, за руку и тащить в музыкальную школу, вот меня буквально потащили в четыре года, кажется, к преподавателю по классу фортепиано. То есть это я даже помню так с трудом в полубессознательном возрасте, в полубессознательном состоянии четыре года. Но хорошо, что это произошло. Учился в музыкальной школе, закончил, даже играл с симфоническим оркестром в нашей Ростовской филармонии, концерт. Дальше уже была дилемма или в консерваторию поступать, или по другим стопам коммерческим. Поступил на экономический факультет РГУ, но все-таки судьбу не обманешь. Получив диплом экономиста, тем не менее занимаюсь сейчас музыкой. Только музыкой. Да, да, пока только музыкой. Может, даже хорошо, что в консерваторию не поступил, мне бы, может, мозги повернули в другом направлении. А может, и плохо, что не поступил. Слушай, ну вот скажи мне, да, ведь уйма действительно хорошего творчества в мире, да, вот прям уйма, да, много. Почему именно Битлз? Я не говорю, я не оспариваю, да, что вот выбор. Я просто пытаюсь понять, почему вот Битлз. Почему не Rolling Stones, к примеру, да, там? Я понял вопрос. Все очень просто. Не забываем, что мы находимся в Ростове-на-Дону. И любой трибьют, коллектив какой-то англоязычной группы, это уже экзотика для Ростова, если говорить. А почему именно Битлз? Все очень просто. На самом деле, объективно говоря, Битлз это группа номер один. То есть вот есть такой стереотип, там, грубо говоря, машина Мерседес, там, группа Битлз. То есть понятно, что есть и другие, есть там BMW, Audi, Lada, Samara, Kalina и тому подобное. А есть, есть Rolling Stones, Дэху. Но Битлз это группа номер один. Они первые, в общем-то, все и начали. Вот. Хорошо, отношения, ростовская публика, да. Есть, в любом случае, есть какие-то, наверное, ваши поклонники, да, которые от выступления к выступлению к вам приходят. Но мы сейчас не о них. Мы сейчас, в общем, о ростовчанах. Как сейчас ходят ли на концерты? Кто ходит? Какие это люди? Зачем они приходят? Это, на самом деле, очень интересный вопрос, потому что мы, когда начинали играть Битлз, это была своего рода авантюра. Мы вообще не знали, к чему это приведет. Мы вот играем четвертый год. Если бы четыре года назад нам сказали, что мы будем ездить, выступать в Москву на международных Битлз-фестивалях, в Беларусь мы ездили выступать. Вот собираемся в Тольятти сейчас. Если бы нам сказали это четыре года назад, я бы не поверил, потому что мы думали, что мы там сыграем пару концертов, придут друзья, там попьют пиво и все. И мы благополучно это все закончим. Но так получилось, что на самом деле, когда у музыкантов спрашивают, как вам публика, то есть приезжает какой-нибудь там Григорий Лепс, допустим, в Сыктывкар, спрашивают у него, а как вам сыктывкарская публика? Он стандартно говорит, да, там вот все хорошие. Это я рассказываю к тому, что публика, с одной стороны, она везде одинаковая. Везде есть меломаны, везде есть бетломаны. И ростовчане в этом плане в хорошем смысле не сильно отличаются от других городов. Более того, почему-то существует стереотип, что Ростов-на-Дону такой с преобладающим количеством быдла контингента в увеселительных заведениях. И вообще, к счастью, мы играем все-таки Битлз, поэтому контингент наших концертов – это меломаны, интеллигентные люди. Не забываем, что у нас в Ростове-на-Дону есть консерватория, первая джазовая кафедра в СССР в свое время. И ростовчане на самом деле… И Ахманина, да. Вот, да, консерватория. И ростовчане на самом деле очень музыкальный народ. Вот. А если говорить про возраст, опять же, это было очень удивительно. Мы, когда начинали играть, мы думали, что будут ходить в основном молдовые дядьки, сыпать песком, вынимать мозги. Типа, помните, вот в 71-м году Джон Леннон приезжал в Батайск, его никто не узнал. Нет. Приходят чуть ли не школьницы, не знаю, 14-15-16 лет, и молодежь реально, она слушает. То есть потенциальные слушательницы Макса Коржа или Михаила Бублика, они почему-то слушают Битлз, и это хорошо, значит, жизнь продолжается. Вот. И мы играли, играли, и так получилось, что люди ходят все больше и больше, и, конечно, есть постоянные слушатели, за что им особое спасибо. И так получилось, что Фадер Маккензи – это не коммерческий, но успешный проект. Почему Фадер Маккензи? Мы думали, как назвать наш коллектив. На самом деле, как ты сказал, уйма музыки и в мире, и много атрибют коллективов Битлз. И вообще в мире происходят различные международные Битлз-фестивали, где там десятки групп от Аргентины, Бразилии до Гренландии, Швеции. И они все, как правило, называются там The Bleddings, The Skittles, The Blittles, Blitz и тому подобное. Мы подумали, хотели назвать как-то оригинально. У Битлз есть песня, Эллену Ригби называется, и там есть персонаж, которого зовут Фадер Маккензи, священник. Спой нам что-нибудь. Сыграю свою песню, собственно, в сочинении, которую еще никто не слышал. То есть это сейчас мы услышим премьеру? Вроде того. Вообще никто не слышал? Ну да, кроме меня. Очень круто, вообще. Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 Объясню, это мы опять же привыкли Кажется, ну это нормально Когда валяются бычки и бутылки Опять же мы были в том же Минске Как известно, Минск Хвалят за чистоту Вообще первозданную И действительно там очень и очень чисто Ты приезжаешь в Ростов, понимаешь, что город грязный А мы вынуждены заканчивать И это был проект Ростов творческий Я его ведущий Владислав Кульнев Олег, спой нам, пожалуйста, какую-нибудь еще песенку Ну я все-таки замахнусь на Бетлов Blackbird sing in the dead of night Take these broken wings And learn to fly All your life You're always waiting For this moment to arise Blackbird sing in the dead of night Take these sunken eyes And learn to see All your life You're always waiting For this moment to be free Blackbird fly Blackbird fly Blackbird fly Into the light of a dark black night Blackbird fly Into the light of a dark black night Blackbird fly Blackbird fly Blackbird sing in the dead of night Blackbird fly Blackbird fly Blackbird fly Субтитры создавал DimaTorzok